Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы начинаем беседу с настоятелем отцом Кирилл об открытии Бутовского полигона как место захоронения тысячи жертв политических репрессий в сталинский период. Батюшка, в нашем храме, в воскресенье Христово, есть большая икона Николая Чудотворца, в которой святитель в руке на платочке держит церковь. Вы не раз говорили в своем интервью, что этот платочек, который написан на иконе, лично вам передала раба Божья Татьяна, вдова расстрелянного на Бутовском полигоне железнодорожника. И произошло это после первой панихиды, которую отслужил ваш папа, отец Глеб Каледа, поубьенному дедушке, отцу Владимиру Амбарцумову. Как вообще стало возможным попасть в июне 1993 года на секретный объект, Бутовский полигон? И что он тогда из себя представлял? В начале 90-х годов были предприняты нашей светской властью и общественностью светской шаги по раскрытию архивов, связанных с репрессиями, происходящими в период советской власти. И в том числе в Центральном архиве КГБ в Москве было обнаружено 18 папок с актами о проведении и исполнении приговоров о высшем мире наказания в отношении 20 762 человек. По распоряжению начальника управления по Москве и Московской области, называлась Министерство госбезопасности Севастьянова, создала специальная группа для того, чтобы выяснить, где эти люди могли быть расстреляны, где они могли быть с их ароматом. И эта группа, которые были расстреляны, им долгое время не удавалось найти. И затем они подняли архивы пенсионных дел, пенсионеров, бывших сотрудников НКВД. И выяснилось, что в начале 90-х годов еще был жив, когда проводилось это расследование, еще был жив человек, который в 1937 году исполнял обязанности коменданта хозяйственного управления НКВД по Москве и Московской области. И с ним составлялись встречи, даже несколько встреч, потому что на первой встрече он отказался что-либо говорить, что-либо комментировать. Но затем все-таки удалось его разговорить. И он дал показания о том, что в период Большого террора около Москвы было подготовлено три места для проведения и восполнения приговоров о высшей линии наказаниях. Это одно место недалеко от современного города Дежинск, то есть, грубо говоря, рядом с Николого-Уришским монастырем в пойме Москва-реки. Но то место так и не было задействовано, там ничего не происходило. Затем коммунарка, это территория Новой Москвы, тогда это был совхоз. Но коммунарка при выезде, ну тогда это не при выезде, а относительно далеко от Москвы, потому что граница, соответственно, проходила, грубо говоря, по кольцевой железной дороге, или не по кольцевой автомобильной дороге. Теперь это вот за пределами МКАДа. Со Фусковского монарка это Калужское шоссе. И справа в лесу от Калужского шоссе родился лесный массив, в котором была какая-то небольшая дача дореволюционная еще. И эту дачу использовал в качестве такой дачи Его. И вот на этой территории предполагалось производить эти расстрелы. И кроме того, был выделен, создан был специальный стрелковый полигон, он был еще создан, видимо, где-то годы в 35-м, в 36-м, в Бутове. Он тогда так и назвали стрелковый полигон. Местным жителям было объявлено о том, что здесь будут происходить испытания стрелкового оружия, но таковых не производилось. И вот именно по показаниям этого человека Бутовский полигон принял на себя основной дар Большого Терора. Большая часть людей, которые были осуждены в Москве, ну и, соответственно, по Московской области, вышли в ее наказание тройками или особым совещанием, были расстреляны, а затем похоронены на Бутовском полигоне. Когда этому человеку показали обнаруженные документы, они были подписаны ответственными исполнителями. Там нигде не было указано место расстрела и захоронения, потому что это запрещалось указывать. Это было засекречено. Специальные инструкции предусматривалось, что это нельзя делать, указывать место расстрела и захоронения. Поэтому сейчас возникают целые коррозии, что документов нет, где эти люди были расстреляны и захоронены. Но он, когда ему показали эти документы, он сказал, что людей, которые подписали эти документы, он знал, и они работали в Бутове. И поэтому вот этих людей, 20 762 человека, удалось привязать к Бутову, связать с Бутовом. Надо сказать, что это вообще уникальная ситуация, не только в Москве, но и вообще, можно сказать, и в России, а может быть даже и вообще на территории Советского Союза. Потому что вот таких четких привязок к месту захоронения, к месту, где происходили расстрелы и захоронения, таких свидетельских показаний, практически нигде больше. Да, мы знаем о том, что есть места расстрела и захоронения Сандармо, Куревашовская пустыня и так далее, но такой четкой привязки списков, как в Бутово, в тех местах, в большинстве всех этих мест нет. Но это, так сказать, как бы внешняя такая сторона. Да, и в результате того, что это было обнародовано, и было подготовлено специальное заключение на основании проведенных расследований, даже два заключения, где было указано на том, что проведенные исследования, обнаружены документы, проведенные исследования, подтверждают, что Буддский полигон является местным массовым захоронением жертв политических репрессий середины 20 века. Но это как бы одна сторона этого вопроса, этой всей истории. Другая сторона – это как люди все это воспринимали. Естественно, родственники убиенных, погибших в те годы, надо сказать, что некоторые из них даже не знали, до 90-х годов не знали о том, что их отцы, матери, это близкие люди, были в 37-м году расстреляны, потому что, по официальной версии, в 50-х годах подавались справки о том, что эти люди якобы умерли. Ну, в 37-м, 38-х годах сообщали, что они осуждены на 10 лет без права переписки, а потом в 50-х годах после смерти Сталин выдавались справки о том, что эти люди якобы умерли в лагерях от различных болезней во время войны. Но это была официальная ложь. Государственная официальная ложь. Ну, конечно, очень многие молились, надеялись, что рано или поздно место, где погибли их родные, будет известно. Конечно, и в Москве были много таких людей, которые жаждали узнать, где пострадали их близкие, и готовы были принять какие-то усилия для того, чтобы как только увлековечить их память, сохранить их память. И вот после того, как были обнаружены эти документы, то была создана светская такая группа под руководством Михаила Борисовича Нидона, который стал заниматься исследованием. Им разрешили исследовать, изучить архивное следственное дело. В этих актах, о которых я говорил, там указано фамилии, имя, отчество, год рождения. И больше ничего. То есть понять, что это за человек, очень сложно. Ну и, соответственно, дата смерти. А вот в архивном следственном деле там имеется информация о человеке, кто он был такой простым рабочим или был бывшим царским генералом, или был священником. И за что он был осужден. И вот стали составляться такие краткие справочки, в которых указывалось, ну, место рождения, место ареста, профессиональная деятельность человека, его партийность, религиозный взгляд и так далее. Ну и, соответственно, за что был осужден, когда был расстрель. И когда эта вот работа стала проводиться, выяснилось, что достаточно большое число среди расстрельных на Бутском полигоне это священнослужители. И одна из сотрудниц этой группы, Ксения Федоровна Любимова, которая потом стала ревностным прихожанем нашего храма и создателем нашего храма, она поставила вопрос, что необходимо эту информацию передать церкви. Хотя эта группа была светская, там было несколько человек верующих, но не церковных. Они не очень понимали, каким образом передать эту информацию церкви. И вот тут выяснилось, что на Бутском полигоне расстрелил митрополит Серафим Чеченов, митрополит Ленинградский. А кто-то из членов этой группы знал о том, что его внучка является заслуженным деятелем науки и техники, известный достаточно человеком, Варвара Васильевна Черных. Нашли ее телефоны на Рождество 1994 года. Вот эти вот события, о которых я говорил, это 1993 год. И 1993, в принципе, надо сказать, что в 1993 году усилиями этой группы светской был установлен здесь на полигоне первый памятник, каменный знак, который при входе на полигон у нас стоит. И вот на Рождество 1994 года позвонили к Варваре Васильевне и сказали, что найдено место, где расстрелян ее дедушка. Но сказали правду о том, что сейчас на это место попасть невозможно, потому что все занесено снегом. А вот сойдет снег, мы вас туда отвезем. На этом разговор уже закончился. Но Варвара Васильевна не стала ждать весны, когда ей позвонят. Она стала искать, кто потенциально мог ей позвонить. Вышла на эту группу. Ей передали список священнослужителей, которые к тому времени стало известно, расстрелянных на Бутском полигоне. Их было где-то чуть больше двухсот. И она этот список передала митрополиту Венали, с которым она была достаточно близко знакома. И Владик Венали рапортом этот документ передал его святейшему, святейшему патриарху Алексею II. И вот 11 февраля 1994 года, если не ошибаюсь, в дате этот документ оказался на столе его патриарха. Он внимательно изучил и положил резолюцию, что на этом месте необходимо построить храм-памятник в памятью Биеннах на этом месте. И выразил желание приехать на Бутский полигон. Кого этот список передал Свято-Тихоновский институт, поскольку Свято-Тихоновский институт тогда был фактически единственной такой структурой церковной, которая реально занималась сбором, систематически занималась сбором информации по новомученикам. И отец Владимир стал готовить визит святейшему патриарху сюда, в полигон. Было решено о том, что визит состоится где-то весной, когда сойдет снег. И было решено, что к приезду Святейшему необходимо поставить на полигоне креста. Решено было, что этот крест будет поставлен 8 мая. Воскресенье. Это был воскресный день. 8 мая. Фомином воскресенье. Это было. К сожалению, Святейший не смог приехать, потому что утром он возлагал цветы. Бойся службы, божественные другие. Он возлагал цветы к могиле неизвестного солдата и простудился. Богослужение было назначено, освящение этого креста назначено было на вечер. Сейчас не помню, по часам на 4, кажется. И это освящение этого креста возглавил нынешний митрополит Воронежский Владыка Сергий. Сослужил ему нынешний митрополит Липецкий Вадыка Арсений. На это освящение этого креста, на этот молитвен собралось несколько сот человек, на самом деле было, в том числе некоторые родственники пострадавших. Я узнал о том, что это освящение будет происходить от Варвары Васильевны. Она накануне мне сказала. И я был, присутствовал на этом знаменателе событий, на этом знаменателе молитв. Это вы уже второй раз бабушка там были, да? Это я самый первый раз. Ну, если так четко говорить, это был второй раз, когда я был здесь, на полигоне. Но это был первый раз, когда я был внутри территории захоронения. Потому что вообще первый раз я оказался здесь, в этих местах, в девяностом году, когда я приобрел машинку, и один из моих коллег, геологов, Сергей Алексеевич Коренков, предложил мне приехать сюда, на дачу его отца. У него отец был генералом КГБ, и имел здесь на полигоне дальше. А вы же не были батюшкой тогда еще. Да, я был светским человеком. Да, я и на этом молитве, 2004-го года, я был светским человеком. Вот. И приехать сюда, потому что был большой урожай ямок Антоновки, чтобы помочь привезти, вывести этот урожай им, ну и что-то значит, соответственно, там мне перепало, он перепало несколько мюш, там урожай будет не колоссальный, там просто мешками, эти грузи, эти ямоки, его баши. И когда мы приезжали мимо, ехали мы с его супругой, с Валентиной Григорьевной, но она тоже геолог, мы тоже с ним повали экспедиции, Валентина Григорьевна, она воцерковила, а Сергей он был такой, не воцерковлен, потому что она еще не была крещённой, он старше меня по возрасту был, Валентина тоже старше меня, но она к этому времени была воцерковлённая и мы так с ним общались. вот когда мы приезжали мимо этого забора по этой улице Валентина, а у них дача в той дачи, в дальней части, на 3-й участок, с левой стороны от дороги. Валентина мне рукой показала этот забор, говорит, это страшное место, здесь расстреливали и хранили людей в Треце СВМ. Они знали там от отца Сергея, Алексея Николаевича. И поэтому, когда Варвара Васильевна мне сказала 7-го числа на всеночной воскресной, сказал, что она нашла место расстрела и захоронения в Адыге Серафима. А я спросил у него, где это? Она сказала Бутова и на меня посмотрела и она сразу поняла, что я это место знаю. меня так спросила. То есть я ничего не сказал, она меня спросила, ты что, знаешь, что это место? я говорю, ты а знаю. И поэтому я сюда и поехал. Ну, тоже вот позвонил Валентине и Куренкову были здесь, на этом, даже на этом молебене они были. И во время молебна, этого молебна, ко мне подошла Антонина Владимировна Комаровская, дочь Владимира Алексеевича Комаровского, который был расстрелян по одному делу с моим дедушкой. И она сказала, что она уже точно документально знает, что ее папа расстрелян здесь. Ну, и, соответственно, я понял, что и дедушка здесь лежит. Одно дело. Дочка, а тогда была такая вот захламленная территория, да, или все-таки к воздвижению креста, скажем так, немножко почистили? там, может быть, совсем слегка почистили, совсем слегка почистили. Вот, и почему, собственно говоря, поставили, вот, почему в 93-м году поставили этот самый памятник здесь у ворот, и почему этот крест был поставлен здесь, вот в этой части, потому что, ну, как бы, центральный вход на полегон был вот с дороги, и там дальше территория была захламлена, там был не только мусор, а там был мусор, но она вся заросла борщевником, завалена кустарником, вот территорию яблениусада, где сейчас у нас сад памяти, отделяла, такой клинт был, длинный клинт, фактически до конца яблениусада, до конца той дороги, которая там в северной части проходит, вот до этой дороги, там был клинт сараев местных жителей, был огорожен с забором, такой клинт, то есть, эта территория фактически была разделена на две части, и пройти туда дальше было крайне затруднительно, поэтому было принято решение, чтобы поставить этот крест здесь, вот в этой ближайшей части, в близко рядом с вами, и сюда реально можно было пройти, и когда, в общем-то, было на этом молебне, я уже понял о том, что целый ряд знакомых московских церковных шишек имеют близких расстрелений здесь на полигу, ну, в первую очередь, конечно, семейство шиков, шиковских, и Дмитрий Михайлович он узнал много раньше о том, что отец Михаил здесь расстрелял, и он принял в дело участие, его пригласил отец Владимир, который увидел это в списке имя отца Михаила, он сообщил об отец Михайловичу, и Дмитрий Михайлович изготовил этот крест памятопоколы, который он сам лично изготовлял, да, то есть, он сам лично делал, естественно, с помощниками, но, в общем-то, это дело он реально и того делал, и устанавливал, он с помощью, естественно, там отец Владимир сюда, врагъев приезжал, и там кто-то из святотехновского института, это было, так сказать, наследство собрано, ну, братством Си Милостова Спаса, так было достаточно активно, институт еще не очень развился, а вот братство, которое было создано отцом Владимиром, отцом Александром Салтыковым и близким им духовенством, вот они под эгидой братства это происходило, и отец Дмитрий Свернов выяснил, что у него прадедушка здесь расстрелял, у отца Андрея Лоргуса тоже прадедушка здесь расстрелял, вот выяснилось о том, что мы не были знакомы, относительно быстро выяснилось, что вот есть Райстав Николаевича Давуров, которого папа здесь расстрелял, еще кто-то, ну и соответственно Комаровский то же самое, мы в принципе с Комаровскими, с внуком Владимира Алексеевича, Алексея Николаевича Боблескин, я знаком был с детства, и мы так, может быть, не очень активно, общались всю жизнь, как Господь нас так в разных периодах жизни нас сводили, мы имели какие-то общие дела и переживали какие-то общие, в том числе и трагедии, вот, и как бы стало ясно, что есть какая-то группа людей, которые вот связаны с этим местом, естественно, когда я приехал домой, но мобильный телефон этого не было, поэтому отсюда сообщить я не мог родителям, о том, что нашел место, где дедушка захоронен, я приехал домой и сказал, что нашел место, где дедушка лежит, естественно, родители тут же мне сказали, что вези на столе, надо сказать, что папа был пуст в операции, он перед этим только фактически один раз выходил из дома, только вот на Пасху, в первый день Пасля, он выезжал в Храр, а так он дома находился, и тем не менее он сказал, да, надо ехать, поехали, и на Радуги случились, то есть через два дня во вторник, мы приехали сюда, с нами была Анна Ивановна, Аня, жена моего старшего от Сеги, мы в четверг сюда приехали, но в тот момент территория захоронения находилась в ведении ФСК, как они это называли, СКБР, и открывали только по субботному воскресенью, будния территория захоронения была закрыта, я попытался кого-то здесь найти, в том числе подходил туда в здание архива, уконного двора, никого там не оказалось, и поэтому первую панихиду папа отслужил на дороге, которая ведет вдоль забора и идет деревного храма. Тогда, естественно, она не была асфальтирована, она была посыпана просто шлаком, и, естественно, была заросшая, там где-то какие-то кусты были, трава растла, и так далее. И вот мы так немножко подошли к первым деревьям, к краю леса, и вот на этом месте, лицом к сохранению, территории полигона, как, может быть, теперь обычно теперь называемое это место, папа служит панихиду. После этого мы заехали в Екатеринский монастырь, который только-только тогда открывался, и тогда вот мы как раз вот увидели то, что сейчас уже сокрыто, остатки трубы, которая была около собора, а на втором этаже в храме апостолов Петра и Павла на фреске, на потолке несли следы расстрела, причем стреляли в глазах. И после этого как бы родители естественно хотели приехать сюда с тем, чтобы попасть уже на территорию, уже внутрь территории. Но это удалось практически только через две недели, то есть через воскресенье, в субботу мы приехали. Мы были тоже вчетвером, был старший брат, отец Иоанн, тогда он был диаконом, служил в храме, в туши, а мы жили соответственно на речном базе. И вот когда мы действительно сюда приехали, родители пошли потихонечку, я пошел вперед, подошел к кресту, и у креста находилась какая-то женщина, такая пожилая. Она что-то пыталась копать там землю какую-то, у креста. и когда я подошел, она спросила, я так пожал плечами, зачем? Она мне объяснила, что у нее в 38-м году здесь был расстрелян муж, Владимир. И она пришла сюда, причем это надо понимать, что она именно пришла, потому что, естественно, 18 автобуса почему-то здесь не ходила в те времена, а вообще по Варшавскому шоссе уже практически автобус не ходил. Реально, ближайшая остановка автобуса была на пересечении расторгуюсь по шоссе в Варшавске. То есть понимать, что если в 38-м году, если в 38-м году она уже вышла замуж, пускай даже и тогда 18 лет была, то в 94-м году ей было ну хорошо, около 80-е, за 80-е. И вот она предприняла этот путь и пришла сюда. Она вообще приехала, она жила видно, и она на кладбище видно, там, сделала символическую могилу своего мужа. И вот когда она узнала о том, что найдено место, где ее муж расстрелял, похоронен, она прошла сюда с тем, чтобы взять земли и отнести туда на кладбище, на ту могилу. Естественно, тогда определить, где находились захоронения, ну мы еще не были готовы. То есть, конечно, может быть, если вы внимательно тогда походили, вы как бы поставили, могли бы увидеть эти какие-то западины, в которых стояла вода. Но тогда как бы у нас не было внутри, даже внутренней как бы задачи определить, где точные места захоронения. Было достаточно того, что вот здесь, вот там, на этом поле, на этом вот, на краю этого леса они похоронены. И поэтому искать какого-то места конкретного никого не приходили. Я вообще сказал, что можете здесь набрать от Христа земные. Слава Богу. Естественно, когда папа подошел и стал служить панихиру, то естественно стали упоминать не только преснопарк Бурия и Вазима. Ну естественно вот это по Божьему Бьену а по Божьему Вадиму. Через некоторое время подошла женщина, как потом выяснилось, приехала из Молдавии. Она тоже узнала о том, что ее отец расстрелял здесь. И отца называли Ксенофонтом. Мы тоже, значит, папа стал. Ну папа и отец брат, поскольку он как дьякорь, значит, служил. Потом подошли еще двое. Казалось, что мы тоже пожилые люди, муж и жена. у супруги папа был расстрелян здесь, душевладим. Естественно, тогда в голову совершенно не приходило о том, чтобы спрашивать ваши фамилии, как-то это фиксировать. Просто это вот. Мы просто имена сказали. Естественно. И они помогали. И когда стол кончилась эта служба, панихида служба кончилась, то это раба Божья Татьяна. Она достала из своей сумки вот этот вот платок и сказала «Это вам в храм». Ну, у меня первое желание было отказаться от этого платка, потому что куда это девать? В платок в храме. А вторых, никакой мысли относительно того, что за как бы такую службу, за такое мгновение, за такую молитву будет какое-то вознаграждение, какая-то там лета, еще что-то. Просто это... Но когда я увидел ее лицо, я понял, что нельзя не оплотнеться. Я подумал, что вот мы сейчас отца повезем в субботу, отец должен был служить в сеночном и мы сейчас пойдем мимо его храма втушено с преображением. Дома там это поток остальных. Ну как-то подъехали потом, когда поехали, подъехали, что-то мне пришло в голову, что он там в храм. Думали о том, что папа через некоторое время поедет в храм в Петровский, где-то на неделе собирался ехать туда перебать. А вечером, когда мы приехали, вечером вдруг как-то осеннее о том, что нужно срочно строить храм. Вообще идея строительства храма она как я сказал была высказана святейшим. Но как бы это прошло первые вот эти дни, они прошли как бы мимо этого. Вот этой мысли высказан святейшим. А тут стало ясно, что надо срочно строить храм, потому что это Татьяны не только Татьяны, в конце концов и мои родители. Они уже в таком состоянии, и многие кто пришел на первый молебен, они в таком состоянии, что они ждать может быть там пять лет доставиться какого-то храма большого не мог. И действительно так, потому что папа-то скончался два раза посетил осенью он дошел к госту 94-го год. И созвонились с матушкой Серафиной, еще с кем-то. И очень упорный о том, что мы готовы принять участие, проложить наши усилия к строительству храма, к созданию этого храма. через какое-то время, ну, наверное, это можно даже восстановить, дату точно, ну, наверное, где-то там это было начало июля уже. Папа, наверное, все-таки, когда еще варвара Васильевна, а не матуша Серафима, она как раз была пострелена где-то, мне кажется, в июне 94-го года, как раз все это так происходило, вот это, все очень плотно было. Мне кажется, что она еще была варвара Васильевна. И я попали на прием к вадыке Арсению. Вадык Арсений в тот момент фактически занимался решением по Москве подобных дел, строительства храма, кадровые вопросы по духовенству и так далее. Он в этот момент вел эти дела. И вот был перед ним поставлен вопрос о том, чтобы просить благословения на создание общения. Причем уже тогда было написано письмо, которое подписал целый ряд лиц, в том числе отец Дмитрий, Смирнов отец Андрей Лоркус, Растав Николаевич, еще кто-то, что мы готовы просить благословения на создание церковного общения на строительство здесь храма. Владыка, естественно, внимательно слышал и задал какие-то вопросы, в том числе направленные на то, чтобы понять, насколько серьезно вот эта вот группа лиц, которые проявляют эту инициативу, готовы взяться за строительство этого храма. Ну, понятно, что папа так сказать, только как бы высказывал пожелания естественно принимать участие в этом. в принципе, отец Дмитрий Смирнов тоже сразу сказал, что он активно участие принять в строительстве, он как бы так готов помогать, но он даже не вошел в состав общения. Но, тем не менее, вот целый ряд лиц, в том числе естественно Дмитрий Михайлович и сын его Иван Дмитриевич проявили инициативу, что готовность помогать активно достаточно заняли позицию моего брата его супруга Сережи и Аня, Растаф Николаевич Кандаур. Матушка была очень такая Серафима активна в этом плане. И вот благословили создание общения. И осенью 1994 года состоялось организационное собрание этой общины. И на этом собрании меня избрали председателем Приходского Совета. То есть такой управляющий орган. Священника назначенного не было. У нас в составе общения как член общения был отец Андрей Ворус. Меня избрали председателем Приходского Совета кругу рястарсты. И через какое-то время мы обратились к Святейшему с просьбой о том, чтобы он обратился в ФСБ потому что ФСК как они назывались с тем, земля была у них с тем, чтобы был предоставлен земельный участок для строительства храмов. И Святейший действительно обратился к руководству этого органа и через какое-то время в Патриархию позвонили из администрации Московской области и сказали, что они готовы рассмотреть вопрос передачи земли. Меня пригласил Владыка Арсений на эту встречу. Действительно там было каких-то чиновников, задали несколько вопросов относительно зачем, почему это нужно. А потом сказали, зачем вам будто она не очень такой хороший. А возьмите коммунарку. Там 18 гектаров девственного промоскового леса. Замечательное место совершенно. Я объяснил Владыке Арсению, что коммунарка совсем другое место, что здесь лежат много простых людей, а во-вторых много действительно верующих людей священнослужителей. Ясно совершенно, что хотя разговора о канонизации в тот момент никакого не было, было ясно, что это место такое, куда надо нам приходить и молиться, просить их поддержки. А коммунарка это место, в котором лежат те люди, которые активно принимали участие во всех этих делах, секретарей обкомов, райкомов и так далее и так далее. Советская элита. Советская элита. Ну, хотя там есть какие-то должные относения простые люди, но в основном это такие. Что-то место надо отмоливать. И было, после этого разговора, было принято решение Святейшим Алексеем, было принято решение о том, что будет да. И вот эти чиновники из Московского объяснили, что к ним уже года два обращается КГБ с просьбой передать эти земельные участки к какому-нибудь организации. Потому что все разваливалось тогда до начала 90-х годов, все разваливалось и у них не было возможности содержать эти места, охранять даже эти места. Хотя у них были и в коммунарке и у нас были сотрудники, которые действительно находились на хранение рейтинства. Вот секретные объекты его так отдают. Но они понимали, что отдать просто так неизвестно кому подсадовый участок не отдашь. И поэтому, когда пришло это обращение от Московской Патриархии, то администрация Московской области обрадовалась, сказала, давайте забирать. И вот таким образом территория и Будского полигона, территория захоронения Будского полигона была передана церковью. Ну и след за этим, да, сейчас это бессрочная аренда, да, или как называется собственная университетка? большая часть территории у нас находится в бессрочном пользе. Территория находится в бессрочном пользе. И потом переданы территории коммунатки. Но я думаю, что может быть мы сегодня на этом остановимся. может быть где-то на следующей неделе мы продолжим наш разговор. Спасибо, Сиджич. Как много деталей конкретных. Спасибо, Вера, качество лежат. 39 плюс. Вы же хорошо, ты нужен момент. КОНЕЦ